Более полутора тысяч объектов в Хостинском районе все еще необходимо привести в соответствие с природоохранным законодательством. Так, в Барановском сельском округе в переулке Армянске комиссионная группа исполняет постановление о демонтаже незаконной канализационной коммуникации. Много лет подряд эта подземная труба незаметно отравляла экологию. Кроме того, что мы налагаем на этих людей штрафы, ну и понуждаем их к заключению договоров с организациями, которые должны вывозить эти стоки. Если мы находим такие подземные люди, хитрят, делают подземные какие-то трубы для вывода в реку, мы занимаемся их уничтожением, потому что они ни с кем не согласованы, они были проведены вне норм закона, ну и нарушают все санитарные требования. В комиссионную группу входят не только сотрудники администрации, но и представители Росприроднадзора, водоканала, а также участковые. За последние полтора месяца ими было обследовано порядка 300 объектов. Из них в 9 случаях были составлены административные протоколы, а 10 объектов ограничены в водоснабжении. Об этом и доложил на специальном совещании исполняющий обязанности главы Хостинского района Павел Нестеренко. Создана комиссия, направляется уведомление жителям, у которых выявлены незаконные стоки. Также ведется контроль заключения договоров на вывоз жидких бытовых отходов. И направляется уведомление Сочи-Водоканал для ограничения водопотребления у нарушителей. Согласно плану, все объекты должны быть приведены в соответствие до 31 марта 2017 года. Однако это только первый этап. Следующий шаг – проверка уже очищенных стоков на содержание вредных веществ. Сегодня мною еще раз дано поручение Департаменту городского хозяйства об ускорении необходимости создания лаборатории при нашем МУПе-водосток, которая бы отслеживала качество уже перетекаемых этих стоков из септиков и из лосов. Также Мугдин Чермит отметил, что подобные работы должны проходить на постоянной основе в любом из районов города до тех пор, пока все канализационные объекты начнут служить не только на благо человека, но и перестанут наносить ущерб окружающей среде. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.